Аллилуйя, дорогая церковь! Я приветствую вас в любовь Иисуса Христа. Рад вместе с вами сегодня быть здесь. Рад вас всех видеть. Вместе, слава Богу, можем собираться, чтобы вместе поклоняться нашему Господу, рассуждать над Словом Его, укрепляться Словом Его, ободряться. Рад быть в гостях в вашем чудесном городе, Богом спасаемом Омске. И сегодня выпала такая честь мне поделиться с вами словом, поделиться откровениями, поделиться теми мыслями, которые мы сегодня переживаем. Сейчас мы проходим в очередной уже раз, наверное, непростое время, все эти экономические и финансовые кризисы. Просто сейчас его назвали как болезнь определенную какую-то или еще что-то. Но мы видим те сложности, с которыми сегодня сталкивается общество, церковь. Сегодня мы просидели на карантине, многие не работали, кто-то потерял сегодня работу. И в сердце дьявол пытается поселить сегодня страх. Страх, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в будущем. И мы видим сегодня, что многие волнуются и сопереживают. И Господь, Он никогда не оставляет и не покидает нас. И Он укрепляет нас через Своё Слово. И те мысли, которые приходили ко мне, когда я молился, рассуждал, проходя так же это тяжелое время, я хотел бы с вами сегодня поделиться. И тема проповеди наша называется сегодня «Мы не в завете с кризисом, мы в завете с Богом». Очень важно понимать, кто упование наше, на кого мы уповаем, кому мы доверяем, с кем мы идем по этой жизни, с кем мы живем вместе, и смысл нашей жизни, и нашего служения, и существования в Господе и вообще на этой земле. И я хотел бы разделить свою проповедь на три таких части. Первое, я хотел бы обсудить, кто Твое упование. Вторая мысль – это дела нашей веры. И третья мысль – это смысл нашей жизни. Давайте перейдем к Священному Писанию и откроем Псалом 90, 9 стих. Я выписал несколько местописаний, поэтому хотел бы, чтобы их выводили, и мы вместе с вами, чтобы провозгласили эти места. «Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Аминь!» Следующее местописание – Псалом 61, 8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 70, 5 стих. «Ибо Ты – надежда моя, Господи Божий, упование мое от юности моей. Аминь!» И Иеремия 17, 7. Иеремия 17, 7. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Аминь!» Я выписал все эти местописания, чтобы мы их вместе провозгласили и увидели, что в каждом этом стихе написано, что «Господь – упование мое». И сегодня, когда мы проходим какие-то стесненные обстоятельства, какие-то сложные ситуации в своей жизни, мы должны глубоко понимать, кто наше упование. Мы должны понимать, что всегда нашим упованием является Бог. И Господь никогда не оставляет и не покидает нас и ведет нас по этой жизни. И мы знаем, что ухо Его не отяготело, чтобы слышать детей своих, и мышцы Его не сократились, чтобы благословлять нас. Поэтому я желаю, чтобы упованием вашего сердца всегда был Господь. Аминь! Давайте откроем Бытие, 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Я хотел бы сделать акцент на начале этого стиха. «Впредь во все дни земли сенья и жатва не прекратятся». Если Господь наше упование, и Господь нам дал в Слове Своем, что до конца существования земли закон сенья и жатвы, он не прекратится, не прекратится никогда. И что мы сегодня видим? Мы видим, что в это сложное время, когда теряет работы, теряет заработок, у кого-то различные есть долговые какие-то обязательства, кредиты, в общем, сложные ситуации. И дьявол начинает в этот момент говорить, что человеку не нужно жертвовать, человеку не нужно сеять, ему нужно начинать копить какую-то, знаете, там, заначку, что-то у себя где-то сохранить. И дьявол пытается обмануть нас, он хочет, чтобы мы упованием своим избрали не Господа, и не на Бога уповали, соблюдая его заповеди, и исполняя закон сенья и жатвы. Но дьявол хочет, чтобы мы перестали сеять. И самое сложное будет, когда человек, проходя в кризисное время, проходя в тяжелое время, не будет сеять, то когда это время пройдет, то у человека не будет урожая. Если не сеять в это сложное время, то по прошествии его нечего будет пожинать. И дьявол пытается нас обмануть, чтобы мы не сеяли. И мы видим, что многие смущаются, и мы знаем, что сократились и пожертвования, и люди стали переживать, что как, стали делать какие-то накопления, стали уповать не на Бога в сердце своем, а стали уповать на финансы, стали уповать на мамону. И что такое Бог мамона, да? Это когда в сердце своем человек уповает на финансы больше, нежели уповает он на Бога. Финансы, неотъемлемая часть нашей жизни, она очень важна для нашего существования в этой жизни. Но упование наше должно быть не на финансы, а должно быть на Господа. В миру сегодня люди ищут быть в друзьях с богатыми людьми, с сильными людьми, с влиятельными людьми, какими-то там политиками, депутатами и еще кем-то. Для чего? Люди избирают себе упование. Для чего? Когда будет сложное время, чтобы они могли обратиться к этим людям, чтобы они могли как-то получить от них поддержку, могли получить от них какое-то благо. Но в нашем сердце упование должен быть Господь. Мы должны всегда уповать на Господа и понимать, что какое бы сложное время не было, как бы нам тяжело не было, упование наше, это Господь, Который никогда не оставит и не покинет нас. И Он нам говорит в Слове Своем, что во все дни сение и жатва не прекратятся. И мы должны понимать, что мы как служили, так мы и должны служить. Несмотря на обстоятельства, которые вокруг нас, мы как сеяли, так и должны сеять. Потому что, пройдя это сложное время, чтобы у нас было, что потом пожать, какой урожай. Следующее местописание я хотел бы сказать Псалом 125, 5 и 6 стих, что мы с вами вместе прочитали. Это как раз относится к кризисному времени, вообще к любому сложному времени. Сеющиеся слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Я долго рассуждал, кто эти люди, которые сеются слезами, и они будут пожинать с радостью. Это те люди, которые, несмотря на жизненные обстоятельства, несмотря на то, что их окружает, в сложное, кризисное время продолжают жертвовать, продолжают сеять, продолжают служить, жертвовать своим временем, жертвовать какими-то остальными благами и также финансами, продолжают жертвовать в сложное время. Это и есть сеющие со слезами. Потому что бывает стесненные обстоятельства, тебе тяжело, может быть, на все не хватает, у каждого свой есть бюджет, и нужно вроде бы все успеть, но Господь говорит, продолжай сеять, я озабочусь о тебе. И когда мы в сердце своем принимаем правильное решение, и мы откладываем, мы продолжаем быть верны Богу в десятине, мы продолжаем быть верны Ему в жертвах, в приношениях, в даяниях, и Господь начинает благословлять нас. И я хотел бы вам засвидетельствовать, потому что я сам все это переживаю и делюсь с вами именно тем, что проживаю сам. У нас также есть предприятие, мы работаем, и слава Богу, в это сложное время наш завод не останавливался, так как мы относились к предприятию ТЭК, топливно-отребительственному комплексу, мы не останавливались, мы работали, но нам перенесли сроки оплат, нам стали задерживать оплаты, и мы раньше получали их быстрее, и нам сейчас увеличили срок оплаты, и нам также тяжело, у нас есть определенный свой бюджет, есть те нужды, которые нам нужно покрывать, аренда, зарплата, и я также переживал, и молился Господу, и был верен Ему в пожертвованиях, в десятине, во всем остальном. И как раз только началась эта пандемия, мы перешли, все церкви перешли на онлайн-служение, и получилось так, что не все церкви были готовы к онлайн-служениям, и много нужно чего было приобрести. И вот это решение, оно было непростое, начать жертвовать сверх меры, тогда, когда сокращается твой, как бы, заработок, казалось. И мы приняли решение, стали молиться и стали жертвовать, стали жертвовать на музыкальную, всю аппаратуру, свет, все остальное, вложились в это служение, чтобы народ Божий, находясь на самоизоляции, они могли получать, могли слышать Слово Божье, и могли принимать это. И мы посеяли в это. И вы знаете, у нас было одно судебное дело, мы выиграли суд, нам долго не отдавали долг. И мы молились даже и церковь, все, чтобы молились. И после того, когда мы совершили жертву на музыкальную аппаратуру, в ближайшие сроки Господь Юсову Славу и та компания, она нам вернула большую часть долга. И я видел в этом Славу Божию, потому что на момент принятия решения у нас был скудный бюджет, у нас было тяжело, тяжело было принять решение. И вроде бы, слеза были нужны на другое. Но Господь положил на сердце уповать на него, его избрать упованием своим. И мы приняли решение и пожертвовали сумму, пожертвовали на музыкальное оборудование. И прошло время, и Господь нам воздал, нам мы получили еще больше блага. И вот в эти моменты ты переживаешь это состояние, что значит сеяться слезами. Но проходит время, и Слово Божие будет пожинать с радостью. И мы видим, Славу Божию, когда Господь являет ее в прошествии времени. И еще одно свидетельство хотел вам рассказать, что также был призыв поучаствовать в Церкви Божией и помочь с обновлением транспорта для служителей. И мы тоже собрались в своей команде, подумали, ну, вроде как бы не самое лучшее время сейчас что-то как-то обновлять, когда тяжело, когда сложно, когда такие стесненные обстоятельства все проходят. И Господь напомнил мне сразу вот эту ситуацию, что вот была ситуация с музыкальным этим оборудованием, аппаратурой, мы пожертвовали, Господь явил свою славу. И опять же, сердце свое мы избрали уповать на Господа. И мы приняли решение поучаствовать в обновлении автопарка для Церкви Божией. И мы благословили и участвовали в этом проекте. И прошло опять немного времени, и Господь являет свою славу. Сейчас, если вы знаете, вот правительство принимает меры для того, для поддержки предпринимателей, предприятий. И вот мы, как завод, три раза подавали заявку, чтобы нам дали вот этот льготный кредит, чтобы мы могли, ну, поддержка, чтобы нам была в нашем предприятии тоже. И все три раза нам отказали. Что у нас не основной там АКВЭД. Там всегда разные были причины, что мы должны были доказать, что в этом году нам хуже, чем в прошлом стало. В общем, непреодолимые такие были препятствия, условия, что их сложно было выполнить и получить. И, конечно, в сердце было небольшое огорчение, что вроде как говорят, что помогут, но на самом деле мы не чувствуем этой помощи. И после того, как мы приняли решение поучаствовать в обновлении автопарка для Церкви Божией, нам позвонил один банк и сказали, что они рассмотрели нашу заявку и готовы нам выдать этот льготный кредит. Попросили дополнительные документы. Мы начинаем собирать дополнительные документы, а автопарк мы уже как бы обновили, мы совершили уже эту жертву, мы взяли эти машины и мы собираем документы в банк и нам звонят и говорят, вот сегодня пришел уже распоряжение, уже никому не выдавать. Ну и мы так опечались, мы говорим, ну как же так, мы вот собрали все документы, все, они говорят, ну посмотрим, что можно сделать. И Господь опять являет свою славу, и они говорят, ну вот сегодня мы никому не выдаем, вам одним выдадим и проведем вам сделку, потому что вы вчера к нам обратились, и мы со вчерашнего дня можем завести сделку, как вчерашний день ее провести. Мы проведем ее сегодня, но она будет вчерашней датой, до того дня, когда еще не было отмены. И нам нужно было там всем собраться, учредителям к нотариусу попасть, нотариусы, сами знаете, плохо работают, это было все так сложно, и было, перед днем это было России, сокращенный день, банк работал до 4 часов, если не до 3. и мы не могли никак все это собрать, собраться все, найти нотариуса, договориться, подписать все документы. Мы звоним в банк и говорим, сколько вы нас сможете подождать? Они нам говорят, мы вас будем ждать до последнего времени, как вы сможете приехать. Аллилуйя! Никогда в жизни моей, слава Иисусу, Аллилуйя! Никогда в моей жизни не было такого, чтобы через государство, через банки, мы получили такую поддержку, получили такое благословение. Но я понимаю, что это сделал Бог, потому что мы были верны Ему, и в этих сестерных обстоятельствах мы приняли решение не останавливать наши жертвы, приносить их дальше, не смотря на то, что доходы наши где-то сократились, финансирование где-то сократилось, но мы приняли решение оставаться верными Богу, приняли решение уповать на Него, приняли решение сеяться слезами. И Господь явил вот за последние две недели вот такие яркие славу свою славу явил. И мы получили, слава Богу, этот кредит, нам его выдали, и мы используем его сейчас для погашения задолженности по заработной плате. У нас, слава Богу, небольшая, но Господь, Он, знаете, никогда не опаздывает. И для нас это было очень ценно. Мы переживали так же, потому что у нас очень много работы сотрудников, и я, как руководитель, переживаю за каждого, потому что у всех их семьи, у всех их обязательства, у всех есть какие-то кредиты, и для меня важно, чтобы наши сотрудники не получали вовремя заработную плату. Но мы видели, что есть какая-то небольшая сложность. И мы пожертвовали, мы посеяли, и Господь нам воздал, и воздал нам очень благословенно, нам на все хватит. И еще вот раз я хочу засветить, что Господь, Он слышит, Он видит, и Он никогда не опаздывает. Аминь. Следующее, о чем бы я хотел сказать, это о смысле, конечно же, нашей жизни, это являть образ Христа, являть Его характер. Аминь. Давайте откроем притчи 11, 25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И Экклесиаст 11, 1. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих в дней опять найдешь его. Аминь. В продолжение нашего служения, наших жертв, наших приношений, я также вижу славу Божию. Господь Иисус Христос, Он умер за каждого из нас. Он отдал себя за каждого из нас, чтобы нас спасти. Тем самым Он показал свое сердце, показал свой характер, показал себя, явил нам. И Господь также хочет, чтобы каждый из нас сегодня, мы преображались в образ Иисуса Христа, каждый день переходя от веры в веру, от силы в силу, и от славы в славу. Чтобы мы также были благотворительны, чтобы мы также заботились о ближнем своем, потому что всегда нас окружают люди, которые нуждаются в помощи. И всегда есть те, кто живет как хуже, но сложнее, кому-то тяжелее, знаете, и поэтому Господь, Он хочет, чтобы проходя эти стесненные обстоятельства, мы жертвовали, и также мы являли свою любовь, любовь к ближнему своему, как когда-то Иисус проявил свою любовь, когда Он умер за нас и забрал все грехи наши, забрал все наши немощи, забрал все наши болезни. И Господь хочет, чтобы мы отображали Его характер, чтобы мы являли Его характер благотворительности. Это забота, благотворительность, это любовь, любовь к ближнему своему, любовь к ближнему своему в действии, я бы так сказал. Чтобы Господь хочет, чтобы мы были благотворительными. И здесь написано, что пускай хлеб твой по водам многим, и по прошествии времени ты найдешь его. Тем самым мы видим, Бог говорит, уповай на меня, сение и жатва не прекратится, сей, продолжай, исполняй, даже в это сложное время продолжай сеять, потому что если ты перестанешь сеять, то тебе не будет никакого рожая, тебе нечего будет пожинать. И также Господь говорит, заботься о ближнем твоем, пускай хлеб свой по водам многим, и по прошествии времени ты найдешь его. Господь говорит, сейчас в это сложное время, уповай не на деньги, уповай не на связи, уповай не на какие-то там чудеса извне, уповай на меня, уповай на мое слово, а слово мое говорит, что кто благотворит, тот всегда будет сыт, всегда будет благотворен, всегда будет накормлен и напоен. Аминь. И также я хотел засвидетельствовать о том, что в сердце нашем всегда была идея, мечта служить именно в благотворительности, благотворить, и мы молились и долгое время искали хорошее, благословенное здание для того, чтобы нам можно было расширить наше служение. Наше служение, наше совместно с вами служение, сейчас я говорю о Богом Спасаемом в городе Омске, и мы искали, чтобы найти какое-то здание, потому что здесь церковь, оно здание ограничено, много еще нужно чего делать. Мы мечтали о том, чтобы открыть социальную столовую, мы мечтали о том, чтобы сделать реабилитацию для одиночных, женщин с детьми, еще что-то. Очень много требуется сегодня, люди нуждаются в исцелении, и нуждается также церковь в помещении, она нуждается для того, чтобы мы могли где-то собираться и могли где-то служить. И вы знаете, мы долгое время молились, долгое время искали это здание, и Господь явил свою силу, явил свою славу. Я знаю, что будет еще видеообращение по этому поводу, и хотел бы засвидетельствовать о том, что Бог влагает в сердца желание. И когда мы молимся искренне, не уповая на Бога, Бог благословляет и являет свою славу именно в такие сложные времена. Вот напротив здания нашей церкви продается здание вот этой гостиницы, если вы видели, и хозяева, они попросили очень большую сумму, насколько я помню, там 24 миллиона, и мы разговаривали, молились, но нет таких средств, сейчас такое тяжелое время, и Господь дал пророчество, дал сумму, положил в сердце ее нескольким людям, и мы повозгласили, и договорились идти, и договариваться, и снижать цену для того, чтобы мы могли приобрести это здание для церкви, чтобы мы могли еще больше развивать там служение. И Господь положил сумму в сердце 13 миллионов. И начались переговоры, и когда Господь придает в руки свои, Он являет свою силу, являет свою славу. По-человечески это невозможно, чтобы люди сделали такую скидку, там, в 10-11 миллионов за здание. Но Господь явил свою силу, и они согласились продать это здание за 13 миллионов. И также Бог дал откровение, что внести 50% за это здание, а оставшиеся 50% в рассрочку на 2 года. И они также согласились на эти условия. И это просто радость сердца нашего, это ликование, что Господь являет свою силу, являет свою славу. Это сложное время, когда мы проходим какие-то стесненные обстоятельства. То, что окружает нас, оно говорит, что это сложно, это нереально, невозможно пройти этот кризис, который назвали сегодня пандемией. Нереально сложно, но Господь говорит, со мной все возможно, со мной все реально. Уповай на меня, избери меня своим упованием, верь моему слову, исполняй мое слово, и знай, что мое слово, оно неизменно. И сение жатвы, оно не прекратится. Пока земля существует, закон сение жатвы, он не прекратится. И поэтому, дорогая церковь, я благословляю вас, я хочу вдохновить вас своим свидетельством, потому что написано, что мы победили дьявола кровью агонцем и словом свидетельства своего. И сегодня я свидетельствую славу Божию, что мы принесли несколько жертв, и Бог явил обильно свою славу. И сегодня я хотел бы вас призвать также оставаться верными, верными Богу в десятине, верными в приношении, в пожертвовании, и уповать на Господа. Сегодня, если кто-то потерял работу, уповайте на Господа. Господь даст что-то лучшее. Всегда мы переходим этот этап от веры в веру, от силы в силы и от славы в славу. И часто стесненные обстоятельства, они в нашей жизни делаются для того, чтобы мы еще больше увидели славу Божью. В такие моменты Бог еще ярче являет свои чудеса, как это чудо с этим зданием. Они хотели за него 24 миллиона и отдают его нам за 13 и еще и в рассрочку. И поэтому это слава Божья. И мы там можем сделать очень много социальных служений, спасения людей будет происходить благодаря этому зданию. Поэтому я хотел бы вас призвать уповать на Господа, не сомневаться, не переживать и так же, чтобы мы вместе с вами вознесли молитву, вознесли молитву за покупку этого здания, чтобы Церковь Божия уповала на Господа и с верою, немало не сомневаясь, мы начали собирать эти необходимые средства для покупки этого здания. И так же вместе помолимся для тех, кто потерял работу, кто нуждается сегодня в работе, кто нуждается сегодня в финансах, кто нуждается сегодня в нужде. И так же из-за исцеления людей помолимся, чтобы Господь явил свою славу, потому что Господь Он Бог, Отец наш, Он наш Целитель, Он наш Искупитель. Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Только в Господе мы имеем безопасность, только в нем мы имеем покров и защиту, и только в нем мы имеем полноту всякого благословения. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господь, за это чудесное время. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что Ты вытащил нас из грязи этого мира, поставил на камень спасения, очистил, омыл, оправдал, благословил нас, Господь мой Бог, мой обильный, Господь мой Бог, своим божественным благословением. Боже, я молю Тебя, Господь мой Бог, за церковь, жатва, господь, город Омска. Господи, я молю Тебя, Господь мой Бог, за епископа, господь, Горбенко Сергея Владимировича. господи я прошу тебя господь в бог мы исследовать сейчас ударять господь всякую немощь умы листаков болезнь господьkey себя ком температуру боже я молю тебя господь у баба благослови церковь жатву господь Spain членов прихожан господь я молю тебя господь из цели кто нуждается сегодня в исцелении господи до крепости дай силы дай здоровья ты взял все наши немощи и понять все наши болезнь на галготском кресте раной твоими иисус мы исцелились и мы возвышаем тебя и прославляем тебя и говорим тебе что ты бог наш ты царь наш ты упование господи наши на тебя уповаемый боже мы молим тебе сегодня благослови каждого господь то сегодня господь потерял работу то сегодня в нужде позже молю тебя господь у бог мой благослови финансов господи дай нам быть сегодня внимательными господь у бог мой друг к другу и в это сложное время господь являть твой характер христос преображаться в образ свой писус служа друг другу больше я молю тебя дай нам сегодня господь вот мой сверул не сомневаюсь пускать хлеб свой по водам ноги поддерживай помогают друг другу боже я молю тебе во имя иисуса христа благослови господь покупку здания боже я молю тебе и свы силу я мало теперь и своему славу боже ты сказал что последнее время ты покажешь разницу между служащим тебе и не служащим тебе боже и господь ты давал пророчества господь у бог мой что это здание отдашь церкви боже мы славим тебя что твое пророчество исполняется и она уже исполнилось и мы не существующие называем как существующие провозглашаем боже и мы сверх веры господь мог мы сверх надежды поверили с надеждой и мы верим спать у бог мы что ты дашь нам силы и возможности господь выкупить это здание боже я молю тебя благостый сердце каждого благослови господи чтобы с радостью господь у бог мой с любовью мы начали сыграть пожертвование мы начали собирать господь у бог мой необходимую сумму для приобретения этого здания чтобы здесь сделали общий двор хорошую площадку боже я молю тебя господь у бог мой и висую силу и весную славу боже мы возвышаем тебя мы прославляем тебя боже прилагай спасаемый господь у бог на собрание твоему боже через эти служения господи да расширится твои господь у бога пределы царство небесного на этой земле в этом городе боже я молю тебя благостри город омск благостри господь у бога шума пришел финансовое благословение боже экономическая стабильность божий я молю тебя благослови что пришло господь спасение и исцеление людей боже я прошу тебя господь у бог мой действие могущественно господь благослови Господь Иисус, Ты упование наше, Ты Бог наш, Ты наш Спаситель, Ты наш Искупитель. Иисус, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, мы прославляем Тебя. Господь Иисус, отдаем свою жизнь, Господь, в Твои руки. За все Тебя благодарим и молимся с любой благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу.